Как работает кислородный концентратор и что у него находится внутри? Кислородный концентратор это машина, которая берет воздух и выжимает оттуда кислород и подает к пациенту кислород высокой концентрации. Это как правило выше 90% кислорода. Если его поместить в закрытое помещение, сколько кислорода там было, столько и останется. Кислорода он не добавляет. То есть он работает только со воздухом, который входит в него. Поэтому кислородный концентратор желательно помещать на каком-то расстоянии от пациента, в хорошо проветриваемом комнате, с доступом свежего воздуха. Что находится внутри кислородного концентратора? Если мы разберем, внутри мы увидим следующее. Все концентраторы сделаны бытовые по одному принципу приблизительно. Есть входной фильтр. То есть это фильтр, через который попадает воздух. В этом аппарате это HEPA-фильтр. Дальше этот воздух попадает в компрессор. Вот компрессор, который создает давление. Компрессоры и эти концентраторы работают по принципу PSA. Это Pressure Swing Adsorption. То есть адсорбция кислорода под давлением. Этот компрессор находится на подвесах, что уменьшает вибрации, которые при работе передаются на корпус. Есть аппараты, у которых компрессор прикручен через виброгасящие элементы к корпусу. Что немножко повышает уровень вибрации в самом аппарате. Дальше воздух проходит к клапану. Этот клапан перераспределяет сжатый воздух по двум циолитовым колонкам. Вот одна и вторая. То есть это колонки, которые заполнены материалом, который называется циолит. Свойство этого материала в том, что он меняет размер кристаллической решетки в зависимости от приложенного давления. То есть сюда идет сжатый воздух. Уменьшается размер кристаллической решетки. Большие молекулы азота задерживаются и остаются внизу. Кислород, инертный газ, проходит наверх в эту емкость, в которой накапливается уже чистый кислород. Когда колонка полная, клапан переключает на вторую колонку. А первая проходит регенерацию, то есть выпуск азота через вот эту вот систему. Азот выпускается сюда. И так они работают попеременно. Клапан переключает на работу то одну, то вторую колонку. Дальше в накопительной емкости, когда она заполняется, уже аппарат может выдавать 90% и выше кислорода. 95-96% кислород переходит, подается к флуометру. Это такой блок, в котором мы устанавливаем требуемый поток, который идет к пациенту. Дальше кислород проходит через газоанализатор. На плате электронной проверяются все параметры кислорода и работы самого кислородного концентратора. Потом он через вирусно-бактериальный фильтр выходит к пациенту. Таким образом работает большинство бытовых домашних кислородных концентраторов. Это один из самых компактных и легких аппаратов, но любые другие устроены так же. В этом еще сделано так, что азот, который после регенерации попадает сюда, с помощью вот этого вентилятора охлаждения, он переходит в ту часть, где находится компрессор, где находятся электрические соединения. И таким образом получается здесь инертная среда, которая не подвержена какому-то горению даже при малейшей искре. Если искра появляется, ничего здесь не будет. Так работает большинство бытовых концентраторов по системе Precious Wing Assurption.